Тогда открывай. Это самое. Запись идет уже, да? Да, уже включил. Хорошо. Итак, начнем мы чтение дьяны Ватука Байравы. Ватука Байрава, у него тут три аж целых дьяны. То есть Сатвика Рупа, Раджаса Рупа и Тамаса Рупа. Вот я тогда начну с Сатвики. Одна такая небольшая шлока. Ом. Айда, Олег. Айда, умелец. Ну что, у нас 90-е, что ли? Да, уже на том. Ну давай, Анатолий. Ом, мурда, я намаха. Значит, ну что, поехали. Кристина, Майрхофер. Открываем. Ты мимо, ты не мимо не пробежала своей квартиры сперва, а потом возвращалась? Нет, он думает, что я за ним бегала тут, пока я все собирала. Начался от меня, Сатвика. Заводился. Но как самочувствие? А? Как самочувствие? Знаете, я всех так рада видеть, пока хорошо. Дай бог. У тебя есть вариант какой-нибудь гарнитуры, не гарнитуры? Какой-то шорох идет у тебя фоновый, когда включен звук. У меня? Нет, нет, у Алены. Мне хочется Алену слышать, но идет фоновый же звук. У тебя есть какой-нибудь провод, чего-нибудь там? Боюсь, что тут ничего не впекается в этот, как он называется, у меня нету переходника, а от наушников в моноблок. Ладно, тогда будешь включать время от времени, потому что иначе идет шорох, от которого устаешь, но включайся, в смысле не потеряйся совсем. Все, Олег прочитал, 90-е, поехали. Морду. Морду, морда. Нежный. Да, там много значений, тем более, что этот термин должен быть знаком, в частности, в свете из астрологии. Тут много значений и интересная история должна быть. Слово еще в регвере встречается. Я сейчас не помню номер гимна, но помнится, что в нем там такой этот рефрен повторяется из одного куплета в другой. Рефреном там идет «мрда сукшатра мурдая». Вот, то есть, можно посмотреть. А знаете, что такое мрдкоштха? Ну? Это кишечник, склонный к поносам. Вот у Беру есть мрду, это мягкий, так что, может быть, кишечник имеется в виду мягкий кишечник. Ну, ослабление кишечника. Да. И мягкий. Именно мягкий. Мрда. Какая страница Беру, Свет? Страница 99-я. Ну, я тут тогда вам пока его там ищите, я вам тут комментарии зачитаю. Ну, он тут кратенький. Он говорит «мрдай ати, сукхай ати, и ти мрда». Вот, то есть, тот, кто размягчает и делает счастливым. Вот, тут есть мрда. Вот. Сукхаджанакага, и ти архага, то есть, порождающий счастье. Идам чашрути прасидгамнама. Это имя встречается еще в шрути. Рудраммрыданамарбавамрдахава. Ну, вот. О, Рудра, будь мягким, будь нежным. У Беру еще на 179-й странице «Мрдитар» «Тот, кто прощает». А там «РД». Ну, да. Ну, амалок «Мрдитар» смягчился там, да. Ритуальная там «Д». Да, «Д» там, вот это, как оно называется, полотенце. «Церебральная». Да, «Церебральная». «Церебральная», да, «Церебральная». «Мардитар», «Мордаяти», «Мордаяку», «Мордика». У Смирнова есть «Мордава», «Мягкость», «Нисходительность», «Нежность», «Милосердие». У меня есть такое подозрение, что это словечко как бы не арийского происхождения. Что-то мне подсказывает. Майрхофер в чате, так что там, может быть, и есть ответ. Я уже видел, я сперва не заметил, сейчас увидел, он уже там. Да оно все-таки такое. Кто смотрит «Виквиду»? Могу посмотреть, если нужно. Я думаю. Там прямо, я говорю, рефрен идет такая. «Мрда, сукшатра мрдая». У Беру еще есть «Морды», «Тереть», «Раздавливать». Оно и есть. Размягчать получается, да? Да, как глину месят там. Как морковку трут на терке, она такая мягонькая становится. «Тереть», «Раздавливать» на какой странице? 273. Люди кашляют, очень странное чувство возникает. В связи с этой пандемией. Так что не болейте там. Да нет, не болей, я просто самая форточка у меня открытая периодически. «Мрдати» значит «он какой?» «Мрдати». Нет, тут «Мрдати» именно, в смысле, в этого Майрхофера. Значит, он какой? Он прощает, получается. Да, «Гнелих» это прощает. Он прощает, он высоко, как сказать, ну не благороден, а снисходительный. А здесь не может быть родственное с русским «мирный» там «мир». Пока еще не дочитал, подожди. Какие там, в «Ригведе» там много производных слов разных есть. Сейчас скажу «милость и веца». Ну вот у «Бэру» «прощать» и «милость». Два слова, вот как бы. Вот «Ригведа». А где у него «милость» у «Бэру»? Ну вот, например, на странице 91. Сверху первый абзац. Там «мрдика». А, там «бесцеребральный» «дэ». Но неважно, это родственные слова. Ну да. «Мрдика». «Милость». «Милизаренкова» и «смиловица». «Смиловица». Да, 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 да. Она именно так чаще переводит. Помню. «Милость». Смотри еще, пожалуйста, потому что мне интересно, и производные тоже всякие там от этого корня, куча всего. А при этом вот тут же на 88-й странице то же самое «мрдика» переводится как «прощение». То есть вот «милость» и «прощение» практически одно и то же слово, одно и то же написание даже. И по-разному «Бэру» его. Ну, переводится это самое «дхатупатха» и тут так написано «мрда сукхане». Вот, то есть «мрда» в значении «счастливый», «удобный» там и так далее, и так далее. «Милизаренкова» чередует «милостивый» и «милосердный». Это как бы чаще всего именно два значения. «Милостив» пока мне чаще попадается. В «йога-судре», «патанджаре», «мрдует» в «пламбе». «Сочувственный». «Сочувственный». «Еще нашел «сочувственный»?» «Великодушие». Ну, это будет «сумрл», «мрл», «это будет «сочувственный». «Мартьяга». Значит, это самое, Кристин, то, что ты нашел «великодушие», это как раз первое значение по Майоркоферу, быть «великодушным». Вот оно. «Еще слабый» я нашла в «патанджаре». То есть, почему, значит, «землю» называют вот это «мрду»? Потому что... Ну, мягкое, 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 да. Просто «милый» есть. Это вспоминается в «тысячи одной ночи», когда там рыбак там ловит. Ну, как почти, что... Когда он поймал этого джина в бутылке. Вот. И к нему сначала один раз закинул мне, вот второй раз, третий. И вот... И ничего не приходит. Вот. И тогда он там взмолился и говорит «О, юдоль моя, долг... О, юдоль моя, злая, смилуйся, судьба моя, будь ко мне мягче». Муни Вильямса надо? Ну, это поверхностно, может, чисто... Не копируй просто, если что-то интересное увидишь, озвучь. Это в какой истории? История про рыбака и кого, Олег? И джина, и бутылки. А вот, смотрите, у Беру еще, значит, он вместе ставит корни, например, мрит распадаться на куски. И тут же в скобках он указывает мр... Мр... Раздавливать. Мрды то же самое. На какой странице? Две семьи старая, второй, третий абзац снизу. Ага, две семьи старая. То есть, получается, у него целая куча этих самых мрдов, распкиданных по всей книге. Да. Потому что он их соотносит, да? Получается, соотносит он, как бы, вот, мрит, мр и мрд. Три корня, получается? Или что? Раздавливать. Раздавливать. Вот, если вот пока ищите... Кстати сказать, вот этот вот джинн из бутылки, существо такое демоническое, зловещее. Вот, ничего хорошего от исполнения желаний он не приносит людям, он губит их. Еще прекрасный сюжет, вот, как бы, это маска. Маска Локи, которую там человек находит, опять-таки, в реке. Вот. По фильму-то, опять-таки, этот момент не указан. Вот. А в подданной истории, которую написал Замре, вот, она тоже, это маска. Маска Локи губит своего хозяина. Что за маска Локи? Ну, маска Локи. Ну, вот. Этого самого... Тоже такого. Ты имеешь в виду скандинавскую, что ли, в смысле, историю? Да, да, да. Просто, когда мы переходим так быстро, из одного из конца, я пытаюсь понять, есть ли какой-нибудь индийский Локи, о котором я просто не знаю. И этот самый... А Шагринева, это самая, как это, кожа? Да. Что самое интересное, там был написан, причем приводится текст, и говорят, текст был написан на санскрите, а шрифт-арап. Ты знаешь, там целая история от того, откуда он этот текст доставал, в смысле, Бальзак, там целая история есть, связанная с этой книгой. Кто читал Шагриневу эту самую кожу? Когда-то было дело. Вот. Хотя я не исключаю, что там действительно на санскрите написано, но... Нет, нет, там не на санскрите, там была, короче, генерация фейка, но, в общем, там была хорошая, интересная история, как это все получилось. У меня даже это где-то записано, выписано, я просто очень люблю такие истории. Что хотел сказать? А все читали нужные вещи, эта самая книга, называется «Нужные вещи». В английском оригинале называется «Needful things», «The Needful things», то есть этого, как его, не Стивена, Кинга, да, Кинга. Нужные вещи, классные. Если не читали книгу, хотя бы фильм посмотрите. Нужные вещи, это классное, классное кино. Очень хорошее, да. Да, фильм классный, книга лучше, но хотя бы фильм посмотрите, советую. Нужные вещи. Кровавый? Вот. Нет, там почти ничего кровавого нету, так, на память. О, так сказать, Кинга очень трепетно относится к своим экранизациям, у него там обязательно, чтобы он принимал участие, поэтому экранизации не портят, как правило, его книги. Да, просто советую, то есть и самим посмотреть, и вообще потом показать товарищам, это как бы как раз книга о своих желаниях, да, к чему приводит желание. Что-то у Герберта Уэллса какая-то пьеса на эту тему была, прямо пьеса. Читал. Нет, это вообще, да, страшные вещи. Я не понимаю, почему планету Сатурна, а планету такую строгую, называют Мурдум, нежной и мягкой. А это типичная вообще вещь, как бы все страшное и строгое табулируется, и это эфемизм. Мы уже смотрели, точно так же, как Марс Манга его называют. Да, 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 да. Это у нас уже встречалось. Ну уж если извиняюсь... А вот смотрите, еще интересно. Я когда при монастыре-то жил, то тоже момент такой. Наши монахи, они не любили говорить слово бесы. Они говорили пассажиры. Хороший каргончик. Такой сразу не поймешь, что было сказано. Да, Алена, говори. Мурдовика, это же вино виноградное. И здесь как бы два захода получается. С одной стороны, это раздавленный виноград тут, да, как бы... А с другой стороны, делающее как бы, ну смягчающее, делающее мягким. Ну да, получается, и сам путем раздавливания возникший, и сам раздавливающий. Да, 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 да. Ну хорошая, кстати, такая вот, ну такая штука, да. Получается, потому что изначально, изначально само это слово возникает именно как, получается, как... Я пытаюсь, Олег, понять. Это слово как характеристика земли, или земля просто как разновидность мягкого, то есть как бы кто первичен. То есть откуда корни, я пока еще Майрхофер не дочитал сейчас. Я нашла по поводу земли, что Мурду, это еще и глина, и песок, и вот все, что оно, все, что в земле сыпучее, мягкое. В общем, теперь, Анатолий, мы будем нашим женщинам делать комплимент Мурду Гамени. Помимо, значит, Гаджа Гамени мы уже раньше им говорили, а теперь будет Мурду Гамени. Ну, кстати, по-моему, такое слово даже где-то слышал. Еще и значение сладкий. Ну, вот это, наверное, к вину. Мурду. А Мурдика, Мурдика есть в словаре, в русских словарях Мурдика есть? У Бера у них Мурдика. Или Мурдика. Мурдика или Мурдитор. Ну, вот я Убера учитала, Мурдика там уже меняется на... А, Мурдика, да. На Агону, да. И как у него Мурдика? Мурдика начинается с Татхараведы. Тот, кто прощает. Производное слово мне встречалось там в одном из, как бы, таких эвокативных текстов. Там именно Мардая, Мардая, Ханая, Ханая, Убей, Убей. Вот Мардая, Мардая тут прям расплющие, расплющие врагов там. Мардая, Мардая, Химса, Химса, Марая, Марая, Бинги, Бинги, Чинги, Чинги, и так далее. Мантры слух не произносят. Тем более такие. В общем, пусть тебя плющит. Да, 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 да. Раздавись, как виноградик, стань вином. И хотя бы кому-нибудь будет приятно. Олег, а можно эту мантру у вас попросить как-нибудь? Или это нельзя? Я хочу видеть Свете на лицо, когда она это говорит. Ой, лучше не надо. Лучше не надо меня в к ней видеть. На свету посмотреть. Это известная вот эта кальковачи. Кстати, это первое, что я перевел и издал. Еще в альманахе бронзовый век у покойного Олега Фомина. А вы мне такое не присылали. К Олегу Кавачевичу я что-то не помню. Или присылали. Ну, я поищу. Попробую. У Фриша, значит, у него здесь вообще два корня. Март. Март – это именно быть благосклонным, извинять. Март-дитар – сострадательный. И второй корень Март вообще отдельный – это сжимать, дробить, уничтожать. То есть они у него даже не друг за другом идут. Они вот прям идут как два отдельных совершенно корня. Вот, кстати сказать, есть такой термин ритуальный, называется Бали Мардана – умерщвление жертвы. Умерщвление жертвы? Бали. Ну, Бали – это вообще-то как бы жертвное животное подносимое. Вот, хотя иногда в таком более сатвическом варианте под Бали там берется там кокос, сворачивается пальмовыми листьями, там цветочками украшается, ну, и подносится тоже. Бали. Бали – это же демон такой. Ну, да. Ну, это просто имя собственное. А вообще-то Бали – остров Бали как раз отсюда. То есть сказочное Бали, оно все-таки восходит к санскритскому Бали, да? Да, да. А еще Марду – это медленный, и поэтому Сатурн, вот, он же медленный, Шаани, медленный, тоже это одна из причин, почему он Марду. Ну, получается, как глина, да, то есть такое… Это Махапкара, да, то, что медленно используется Махапкара. Неподатливый. Вот если глина такая вязкая, неподатливая, да. Возвращаясь к острову Бали – это тоже место, где это самое… Такой агамический индуизм, такое господствующее направление. И они там допускают жертвоприношение животных. Да вообще все эти… Камбоджа, Таиланд, там же вообще наглог какая-то. Там все храмы построены так, что Запад открыт. Вот это вообще, как бы, с точки зрения вас, тут должен быть Восток открытый, вход на Востоке. Только демоны делают вход на Западе. И там практически все храмы, они расположены. Анкорват, например. Он же, у него открыт абсолютно Запад, там вход с Запада. Там везде эти змеи. Так. Ну там очень сложные энергии, конечно. Там люди сумасшедшими становятся. Ну потому что они, в общем, как бы, поклоняются божествам, которые, условно говоря, неблагостные и несентиментальные. Прошу найти корень мардж. У залезняка он записан как марджи-джи. Тот, который стирать, типа, вот, в общем, там, белье и прочее. Майр-джи. Майр-джи указывает на... Абсолютно верно. Есть такое дошлоу марджи-джи-джи. Марджи-джи-джи. Это именно, что стирать и вытирать. Мрджи. Да. Уберу много. Думаю, что там марджи. Уфри-джи утирать, чистить, удалять. В общем, это самый марджи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи-джи В ритуальном контексте марджиной называется либо крапление, либо действительно вытирание полотенцем своего тела или тела божества, ну, как бы, идола. Вытирание полотенцем полотенцем? Да. Ну, после Абхишеки, когда на него... Что за слово «втирание полотенцем» — это в смысле с марджиной связано или с каким-то... Да, марджин, марджин, да. И как ты сказал, перед вытиранием полотенцем что было у тебя сказано? Я говорю, это что-то ритуальный термин. Сначала мурти купают, а потом берут и мягкую тапочку спирают. Да, купают, причем не обязательно в воду, это могут быть там соки, с сахаром, всякими разными топленым маслом. В общем, он такой получается. Потом его начисто, это самое пунар-абьишека, то есть повторное, чтобы все это смыть. А потом вот марджина — это вытирание его полотенцем. Умберу на 88-й странице «Мердика», «Прощение», «Авестийский мэрэджи». Мэрэджи, я не знаю, как читаю. Это какая страница? 88. И «Мерджи» — «Стирать». И тут же приводится сравнение с персидским «Амурджидан» — «Прощать». В общем, значит, изначальное значение корня «мрджи», к которому восходит «мрджи», это «смывать». Смывать грехи. Грязь там какую-нибудь. Ну да, марджина, она там в обряде... Вот, это самое. В обряде Саньди Упассана есть марджина. Ещё «мрджи» — он с корнем связан «мркш», «мркш», «тереть» и сравнивать с каким-то греческим словом, написанным на греческом языке. Какой страниц? 2, 7, 1, 271. Кто может прочитать греческое слово? Так, я просто не хочу уходить с Майер Хофелем. Ну вот, я думаю, какой язык следующий учить — итальянский, французский или греческий? Или хорватский? Латынь. Латынь? Да. Ну, в твоём случае, конечно, не итальянский. Конечно, начинать с латыни. Семанти шлокен дежа верминдон. Итальянский, французский. Вот. А свой флатыни, всё остальное уже это можно опять-таки. Так, корень «мрш». Какие значения имеет корень «мрш»? «Мрш». «Мрш». Есть марш «забывать», «пренебрегать». Оно самое. Просто записано, иначе, ну, как бы, не суть, да. Это ты где нашла? Зелезняк. Ага, вот это оно. Значит, и так. Так, спасибо. Так, «забывать». Дальше пошли. Света, как ты ищешь «бэрроу»? Руками и глазами по книжке. Там есть какой-то… А, да, всё вижу. Там сзади. В конце указатель. Там сзади указатель. Как он называется? Указатель. У нас есть PDF с возможностью поиска. Ну, как бы, там не всё, конечно, можно найти. Не всегда. Пожалуйста, ссылку. Как же трогать книгу руками? Это же доставляет… Нет, нет, нет. Тут нормальный указатель. Можно быстро пользоваться. Там нормальный, но всё равно не всё, конечно. Ну, здесь надо помечать просто, а потом книга станет более… Надо искать именно страницы глазами в этом сложности. Потому что очень много маленьких слов. Ну, в общем, Майрхоф раздаёт с вопросом. Связан ли глагол, значит, типа там «мрш» «прощать» и быть милостливым, связан ли он с значением «втирать»? Ну, втирать не в переносном значении, а в «милостиво ватру» вам сейчас. Уберующиеся «мршати» «гладить». Да, вот это сюда же. А вот, знаете, я нашла, ну, правда, такая отсылка, которую, не кидайте с помидорами, из Википедии, но они ссылаются на фастмера, что слово «морда» происходит по одной из версий от слова «мрдаты». Ну, «морда» обычно говорят… Ну, про «морду» я сразу подумала, когда увидела это слово, мне кажется, такой «шиво мордастый» такой. Ну, так давайте откроем фастмера сами хотя бы. Ну, вот, да, «мрдати» как бы тут, ну, да. Ну, так, я уже ищу. «Мордати мордастый», да? Марс Ильич, а что там с этим онлайн? Я пока не вышел на этим онлайн, потому что я дочитываю статью, значит, дочитываю статью Майрхофера, и там нету ни одной зацепки для этим онлайна. Зацепку можно, видимо, взять из «бэру», если взять какое-нибудь персидское слово, например, я не знаю, «мурз», «морзилку» какую-нибудь. Я пытался в этим онлайн поискать по слову «софт» и тогда найти в значениях, но пока чепуха всякая. Я нашла фастмера, здесь «морда» от «мурдган», «голова», «вершина», «лоб». Ясно, значит, не то. Мимо. Мирный, я посмотрю. Еще есть слово «мордичи». У нас есть такое в словарях где-нибудь? «Мордичи». Ой, кстати, вас удивит фастмер, потому что слово «молодой» происходит от «морду». Мягкий, нежный, кроткий. Ого! Ого! Я хочу сказать, что наш «марч» в «залезнике» говорит то же самое. Не «марч», а «мард». Молоть и молот. Возможно, молоть и молот. И молния происходит. А, нет, это «марнати», это не «мардати», это другое, это «дроби». Сейчас я скину. Есть, упоминается в этом самом, в Улисе Джойса, упоминается такой персонаж, как Томми Драчинский, старый задроченный поличок. Слово «дрочить», кстати, происходит от слова именно «нежно гладить» на польском языке означает. Почему так нежно звучит? Ну, это же польский. Там вообще все так звучит. Через одно место. Польском все так звучит. Причем, я думаю, дайте на первом слово. Как немецкая эта пабочка? Шметрли. Или, ну, все в этом духе. Беру вместе с «мардика» «прощение» приводит авистийское «мэрэздика» и персидское «амурзидан» «прощать». Я хочу видеть лицо Олины, когда она читает персидские слова. У меня с тобой вдруг не вышло по-польски. Самое лучшее, что есть по персидскому, в частности, языку, это этимологический словарь иранских языков в пяти томах. Ничего себе. И там есть много санскритских параллелей. Я просто не успеваю его открывать. В смысле, тогда мы вообще будем встречаться вечером и расходиться утром. Это очень хорошая работа. Она никогда не будет завершена, но начало очень хорошее. Есть еще словечко «манджари», которое означает «бутон». Вот, как раз. Так, сейчас, подожди, нет. Вроде мой кофер такого не говорит сейчас. Молозив. Ого. Это все тот же фасмер, Набс? Фасмер, фасмер. Молозив, если я не ошибаюсь, это когда женщина кормит грудью. Не только, это уже у животных только так и бывает, в смысле, в смысле, у кого. Ну да, в смысле, это тот же процесс, но в смысле он не только, не ограничен людьми. Вот как у женщин в том числе. У животных и женщин в том числе, да. Да, а почему стирает и чистит? Ну, как прощение тоже, наверное, стереть. Вот, стереть обиду, то есть все, проститься с этим. Отпустить. Очистить, избавить. Избавиться. Избавить, вот. Тем более, у нас перед этим же что-то было. Что-то у нас такое было перед этим прямо. А, ну 89-й, высвобождение из пуд. Он же высвобождающий, высвобождение из пуд. Ну и, соответственно, очищение от всякой хрени. Вполне может быть. Ну да. То есть это как, понимаете, пяточки обработать пензой. Нежно и эффективно. Прям запишу, Кристин. Странный у вас критерий для записи. Когда ты, когда вы говорите образно, я всегда записываю. А вот у Малозьева я нашла аналогию, почему? Потому что оно обладает слабительным свойством и помогает младенцу очиститься от мекония. Первородного темного стула. То есть очищает тело младенца от всяких там этих. Первородного какого стула? От мекония. Ну, когда детки рождаются, у них сначала... Я понимаю, только письмо, еще слово, я просто не расслышала. Первородного какого-то стула. Первородный темный стул, да. А, темный. Звучит крипово. Потом им там еще эту самую микрофлору запускают. Детишко. Тишечко. Да, следующий этап. А Малозьева, оно именно очищает от этого стула. И обеспечивает противовирусную защиту еще. Какое хорошее... Я просто думаю, откуда у Фасмера вот это взялось, да? Что Малозьева от Морчати чистирает чистить. Как такое можно вообще соединить? Наблюдательность, так сказать. А представьте себе, каково это переводить этимологический словарь. Каково это было Трубачеву перевести с немецкого языка словарь русского языка. Ну да, каждому слову такая... Должна быть очень ответственная такой подход. Это мы тут спотели, так сказать, сто слов, так сказать, третий год переводим. А ему каково там тысячи сложнейших просто сочетаний, цитат и прочего. Но не третий. Именно поэтому памятная доска, посвященная Трубачеву, висит на здании института русского языка в центре Москве напротив храма Христа Спасителя. Я помню, ой, господи, я помню как-то еще при советской власти, мы проходили уже таким вечером, вот, как раз майским вечером, теплом. Вот, и первый этаж, вот прям и окна нараспашку. Я смотрю, там просто антикварные книги стоят, может, прямо с тротуара протянуться и схватить. Вот это мне запомнилось. Там такие полочки стояли, как бы. Вот, и в центре Москвы в этот поздний вечер, как бы, машин практически нет, не было тогда. В субботний вечер такой, именно как подмосковные вечера, все на дачах, вот, машин нет, в центре Москвы. Куда это все делось? Кому это мешало? Слушай, говорят, в Москве нет машины, Сова. Но постепенно становится все больше. Да, кому это мешало? А, я вспоминаю. Откуда мы шли? У нас была в классе, ну, экскурсия, не экскурсия, а лекция была. В Пушкинском музее там называлась кружок такой, как бы, юный искусствовед. Вот. И нам там тетка показывала слайды, рассказывала о картинах, о художниках там. Как сейчас помню, там про Гогена была лекция. Да, Олег, у вас ностальгия по тем временам, видимо. Да. Извиняюсь, у нас потрясающая была классная руководительница. Она нас возила по музеям, а у нее там, в этих самых, все ее подружки там работали, что в Третьяковке, что в Пушкинском. И они как бы вот вели, ну, такие вот лекции там. Вот. Водила нас в Кремль и рассказывала детишкам четвертый и пятый класс. Вот, говорит, вот, подходим мы к Архангельскому собору, и она говорит, что вот смотрите, вот тут вот на крылечке в притворе нарисованы, видите, две фигуры без нимбов, не святые. Это Аристотель и Платон стоят в притворе, как язычники и не могут войти. Представляете, вот она вот советским детям, двенадцать и одиннадцатилетним рассказывала. Вот она вот, образование. Потом, это вот ее подружка там водила экскурсии там по Третьяковке, иконы показывала. Это тоже, это я до сих пор все помню, такие сведения. Вот. Что там, так сказать, на ним без спасителя. Вот. Что называется, вот это образование Олега, широкое, да, вот этот энциклопедический охват, вот оно дает, как бы спустя тридцать-сорок лет, да, оно вот дает вот такую картину, что ты можешь заниматься, грубо говоря, тем, что я считаю сильной стороной Василькова. Его как раз возможность вот этого передвижения между эпосами, между религиями, между людьми. То есть у него компаративистика не на нашем уровне языковеческом, он в этом, ну как бы, этому неинтересна. А вот компаративистика, там, образов или, там, идей. Да. Как раз Олег очень близко к этому подходит. Ну, я вспомнил, например, что вот там Васильков тут рассказывал про человека в колодце. Я сразу вспомнил и триту в колодце. Я, во-первых, Олег, когда я выложу сейчас сегодня, я должен залить окончательно отредактированный доклад Василькова, я тебя попрошу там это прокомментировать, я это донесу до Василькова, я хочу услышать его ответ. Плюс еще, вот я говорю, у Тарковского в Ивановом детстве там сидят в колодце и смотрят. Пытаюсь увидеть звезды днем. Вот, и Яна Поплавская там, красная шапочка фильм был. Там тоже в колодце. Но здесь уже аллюзия, уже такая, обратная на Тарковского, по-прежнему. Александр, понимаете ли вы, о чем мы говорите? Вы понимаете, что вам придется втягиваться в этот процесс и пытаться учиться использовать разные источники, выискивая значение слов? Да, я понимаю. Потому что просто слушать не так интересно, когда ты знаешь, как можно поковыряться, это гораздо больше завораживает. Я как бы не совсем понимаю, где вы, какой как бы алгоритм, с которого вы ищете, но я так понимаю, что его особо и нет. Его особо нет, но есть некоторые намерки. Да, вот есть, он просто неявный. Александр, если хотите, напишите мне, я вас это чуть-чуть введу в курс дела. Да, Александр, я вам всячески советую. Кристина, а ты напиши тогда, как бы, ну, то есть, вот общий некий план, да, и просто сбрось его в руку, так чтобы он, ну, если ты его чувствуешь, да. Давайте пытаемся вместе его дописать, я когда увижу костяк, я смогу что-то дописать. Я Марс Юрьевичу тогда скину его, а он его подредактирует, но снова скинет мне, чтобы я последила за структурой. Хорошо. Хорошо. Я просто к тому, что у нас есть, как бы, несколько алгоритмов и несколько запасных алгоритмов. Когда мы обламываемся в одном, мы идем в другой. То есть, как бы, у нас такая цепочка некоторых алгоритмов. Я просто не совсем понимаю, почему, как бы, простой вариант не всегда устраивает. Например, вот, когда было там про вот этот сломанный топорик, да, там, если там в словаре было просто, типа, как неполная луна и сломанная луна, то есть, как бы, это, как бы, не устраивает. Почему мы не довольствуемся просто значением луны и как? Ну, да, по форме, как бы, он, как, типа, как неполная луна, вот, как бы, сломанная луна. То есть, я просто к чему, что, смотрите, например, когда мы горим топорик, ну, например, если я съезжу в Леруа, то основная часть топоров нынче будет, как бы, не той формы, который, вот, топора, которым идет речь. Я просто вспоминаю индийские музеи, в частности, я понимаю, что я должен визуально его представить. Просто от того, что я знаю, что бывают топоры, это еще не равно индийский топор, которым они, как бы, то есть, я хочу, я хочу использовать метод, которому прибегала Елизаренкова. Он называется Вортер и Захен, по-моему. Значит, я хочу увидеть предметы, которые стоят за этими словами. Я хочу найти эту археологическую раскопку, где-то топорик виден, и чтобы у меня была четкая картина, не такая, какую я себе там надумал, а чтобы, потому что есть конкретные зацепки, их просто редко связывают вместе. Знаете, археологи ни черта не понимают в лингвистике, лингвисты ни черта не понимают в археологии. Всегда интересно как раз просто, мне больше интересно, как устроен язык, Олегу больше интересно как раз, ну, вот, в том числе это, но больше у него шире интересы. И вот как раз вот эта связь, мне интересно не просто посмотреть словарное значение, потому что словарное значение составляли такие же люди, как и мы, не боги, и поэтому они переписывали, переводили из других словарей. Если мы берем ботанику, она вообще вся переврана в санскритских словарях. То есть, там есть таких растений, которых в жизни не существует, например, синий лотос и так далее. То есть, как бы, надо навести порядок, там от того, что это делали хорошие люди, там не все безупречно. Ну, блюдо все... Синий лотос, это как бы голубая лилия. Да, это все есть голубая лилия. Мелочь, казалось бы, но когда таких мелочей десятки, и хочется, как бы, дойти, докопаться до чего-то, вот, где основание твердое. И, в общем-то, только поэтому. То есть, мы же не против словарных значений, мы же пытаемся понять, почему, откуда они возникли. Плюс еще это же все-таки ритуальный, да, и текст. Они обычно полисемантичные, интересно порыться, ну, не только в одном. А любое, как бы, произведение культуры такое хорошее, оно действительно полисемантичное, еще, как бы, на аллюзиях множество построено. Даже вот, я не знаю, вот заговорили о голубом, там, да, вот. Есть такая песня, там, голубой вагон, который катится-катится, вот. А это же ведь это аллюзия, вот. Голубой вагон, Blue Train, это одна из известнейших композиций джазового, джазового музыканта Джо Каутрейна. Вот такая вот идеологическая диверсия со стороны авторов «Хебурашки» и «Крокодила» и «Гена». Мне кажется, это такой фан, который каждый находит свои смыслы. Может быть, наоборот. И вот действительно бывает предельно точен. Потом ты разбываешь его до невероятности, до сотен каких-то других объектов. Потом у тебя остается такая своя, у каждого своя раса, вот это вкус, да, вот этого понятия. Каждый складывает свой абсолютно. И это вот такая просто игра смыслов. Каждый со своим уходит в итоге, на самом деле. Ну да, получается, на самом деле, ведь иногда мы возвращались к тому, что предложенный вариант лучше всех наших разборов. Было бы странно, если бы товарищ, все время забывая его фамилию, вообще не попадал никуда никогда. Буквально несколько дней назад мне из Индии прислали, значит, письмо. Говорят, Радим тут мне перевел, значит, мое сочинение какое-то. Проверьте, пожалуйста, что это за Радим такой. Короче, Радим жив, и все продолжается. Но просто с ним потерян контакт, но так-то он активничает. Но все равно, видите, получается, даже его хорошие познания сенскрита недостаточны. То есть часто он просто мимо, получается. Просто вот настолько мимо, насколько мимо можно просто. Что называется, да? Ну, это касается общепринятым символам, которые приняты и очень широко распространены. Они, может быть, не глубокие, но такие популярные. То есть без какого-то глубокой анализа и проработки, конечно. В итоге есть список книг, он выложен, вам туда надо просто попасть. Вы там берете то, что вам нравится, и оттуда начинаете ковырять каждое слово, которое мы начинаем разбирать. Вот примерно так. То есть получается, просто есть несколько источников, которые являются базовыми. Одним из таких, конечно, я никогда не устану поднимать этот двухтомник, это мифы народов мира. И они у нас есть в электронном виде. Это как бы библия. И надо научиться ими пользоваться. У меня тут в уезде отключили электричество на телефоне, например, 5%. Я понял, хорошо. Если не включат свет, то ты померкнешь, как звезда. Нет, я не померкнула. Это только вам так покажется. И опять-таки преемственность. Обратите внимание. Я просто вспоминаю о наших экскурсиях, о нашей классной руководительнице, ее подружках в каждом московском музее. Им же ведь преподавал никто иной, как Лосев в свое время, когда они учились в этих своих педагогических вузах. Лосев был преподавателем и моего преподавателя риторики Анны Константиновны Михайской. Лосев, я считаю, это величайший философ, наверное, русскоязычный 20 века. Величайший. Просто величина, ну... Я не знаю, в сансклетологии, по-моему, у нас нет таких величин. Но, не знаю, Елизаренков и то не сравнится даже с тем размахом, который у Лосева, конечно. Угу, да, 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 да. Кто-нибудь, что-нибудь читал из Лосева? Что-нибудь? Любая заметка. Вот просто посмотрите, что за язык? Как можно изъясняться об эстетике, о логике? Это же просто образец русской грамотной речи. Это которая Алексей Федорович? Да, 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 да. Его жена до сих пор жива. Ну, в школе мы что-то такое проходили было бы. Это не жена, это, скажем, такая спутница. Спутница, ну ладно, спутница. Спутница, спутница. Скажи еще по ганхарскому браку. Нет, нет, нет. Это, он же ведь монах был вообще такой советской тайной. По имени Андроник. Лосев? Да. Да. В монашестве Андроник, да. Это тут называется не ганхарский брак, а называется ангельское житие. Серьезно, серьезно. Когда там супруги дают обеты, что они вот как бы жить-то будут вместе, а вот как бы в брачные отношения не вступать. Половеря. Так, морду. Как же мы переведем тогда в конце концов? Мне нравится, конечно, этот вариант оставления милостивы именно как аэтимологически родственные, получается. Вот эти молодые и кто там еще у нас были размолотые. Молодые и нежные. В нежном воздухе. Как название фильма прям какого-нибудь. А? Название фильма? Название фильма. Молодые и нежные. Какого-нибудь. Ну знаешь, когда это говорит Олег, фильм, о котором я представляю, это не тот фильм, который о Шиве. Почему? Я нашла еще на хинде, в гугл индийском, такое значение, мне очень оно понравилось, которого нетрудно коснуться, нежный, мягкий. Ну то есть, которому легко прикоснуться, такое нетрудно коснуться. То, что не хрипло или не неприятно слышать. Мягкие слова. Морду. Мне недавно снился слон. Слон? Слон офигенный, огромный слон, разумный. Мне иногда снятся слоны. Вот. И он был такой кайфовый, вообще балдежный. Прям бархатный, короче, слон. Ага. Еще алоэ вера, также называется морду. Одно из назначений алоэ вера. Да, какой-то слон есть. Вот еще и слово благослонный, тоже как бы, ну, это какой-то истинонимов к милостивому. Мне нравится, которого неструдно коснуться, вот по отношению к Шиве, то, что он вот доступный, то есть к нему он такой, легко достижимый в этом смысле. Ну вот у Кудрявцева еще нашла. Тот, кого легко удовлетворить. А Шутоша, кого легко удовлетворить. Быстро удовлетворяемый. У Кудрявцева нашла уступчивый. О! Слабый в значении уступчивый. От греческого, опять, вот, ну, нечитаемого. Податливый. А от латинского, родственное латинское моллис, мягкий. Церковно-славянское млад. Давайте за гречес, за латынью потянемся в этим онлайн. Как ты сказала? Молли? Моллис с двумя л. Моллис. Уступчивый, да, понятно. Есть такое выражение. Слаба, я начался. Да будет свет. Я говорю, есть такое выражение. Слаба, напередок. Или слаб напередок. Олег, ну вы как обычно. Я, когда говорят, что как обычно, вот, я отвечаю на это словами Ницше. Я говорю, мы филологи. Вот, поэтому. Как-то вы в Фейсбуке опубликовали картинку очень непристойную, там, с трансвеститом. И мама моего мужа, она смотрит, кто у меня в друзьях, она, в общем, как-то набрела на вашу страницу. Она говорит, кто у тебя в друзьях? Я говорю, не, не, это вообще ученые, там, вообще ученые. Наркоманы, притонщики и садосодомиты, короче. А я люблю немножко так это похулигать, поэкспортировать. Я тоже люблю, я тоже люблю вызвать это такое. Но это адвайта, просто очень много людей, которые сконцентрированы в какой-то своей концепции. И иногда хочется эти концепции немножко разбавить. Представляете, я получаю в личной переписке письмо от какого-то индуса, который говорит, прекращайте в своей группе постить изображение богов в стиле ню. Вот. Вы оскорбляете наши религиозные чувства. Я отвечаю ему, знаете, что если в Янош-Локе написано, что божество обнаженное, нагно, оно вот на картинке таким и предстает. Вот. А во-вторых, я говорю, обнаженность божества – это символ его изначальности. Вот. Что это, как говорится, не просто божок какой-то, а такой махадев или махадеви. Ну, Кали же, она практически голая. Вот ноженая. Да, да, да. Так и есть, да, так и есть. Прикрытая там только это... Юбкой затрубленных рук. Да. Милосердие, смотрите, какое красивое слово. Будь милосерд. Милосерд? Да. Милосердный даже красивее, чем милостивый. Потому что милостивых уже много там. Что-то еще есть милостивого. А милосердного? Оно даже светлый. Не милосердный, а милосердый. Милосердный. Вот так тоже написано. Синоним. Это у Кудрявского? Нет, это синоним. Милостивого. Милостивого. Милосердый. Тогда предлагаю остановиться на милосердном. Он и милый, и сердый одновременно. Это где-то происходит процесс раздавливания и всяких таких других проявлений милосердия. Но он одновременно и милый, и сердитый одновременно. Но при этом милосердно. Обратное, да, это жесткосердный, да, твердый сердый, жесткосердный. Ну да, вот это самое такое, новояс милосердный, подходит как раз, по-моему. Милосердный, милосердный, это скорее уже не новояс, а тут больше такой церковно-славянизм. Ну, да. Ура! Ура, ура, ура. Поехали дальше. Кстати сказать, вот тоже вам могу это порекомендовать. Изучайте церковно-славянский язык. Очень интересное занятие. Тем более, что, кстати сказать, структурно он очень на санскрит похож. Такое же количество падежей, такое же количество наклонений глаголов. Такое же количество вообще глагольных форм. То есть там и герунди есть, в общем, тоже. Да, да, там еще по нему можно петь хорошо, вот это крюковое пение. Да, да, да. И там, и даже это самое число есть, единственное, множественное и двойственное. Двойственное число, как в санскрите. Вроде двойственное число, в принципе, во многих архаичных языках имело место быть. По церковно-славянскому, по-моему, я получил трояк. Но, в конце концов, я исправил его 0-4. В общем, это было весело. Согласен, учите церковно-славянский. Значит, поехали дальше. Тогда, Александр, зачитайте нам что, 91-е? Уже есть списки? 91-е? Да, 91-е. Ом пашу патайе намаха. Ага, отлично. Так, у нас Пашу Пати-то мы его полностью разобрали? Был, был, да. Да, мы уже его и так эдак. Ну, я могу тут, у меня тут много... Давай комментатора, зачитай, пожалуйста. Вот. Пашу нам прагуктанам пати с вами. То есть, хозяин Пашу прагуктанам, о которых говорилось выше. Ракшакова, то есть, защитник. Согласно Уннаде Коши, да, пратьяя там, да. Ракшакат вам, тат Паша Мочакат вам. То есть, он защищает и их от пут спасающий. Свамитванту пашунам бадгум, бандгану муктваева. Ну вот, то есть, он... То есть, у него есть владычество, господство над Пашу. Вот. Связывать их и освобождать от пут. Так же сказано в Шруте. Савишвакрит, вишвавид, атмайонир дня, кала-кало гуни-сарвавидьяга. Прадганакшетра дня, патир гунейшага. Самсара мокша с тити-бандагетуити. То есть, он вишвакрит, все творящий, вишвавид, вишвавид, атмайонир дня, знающий источник самого себя или атмана. Кала-кала, смерть-смерти, гуни, наделенный благими качествами, сарвавидьяга, всезнающий. Вот. Прадганакшетра джня-пати, то есть, владыка Прадганы и знающего поля. Гунейша, владыка качеств. Сансара мокша с тити-бандагету. Причина сансары, освобождение, поддержание их пут, аков. Так же причина сансары и освобождение? Да. И сансары и освобождение? Да. Сансара мокша с тити-бандагетом. Ну, как у каббалистов, бог создал дьявола, чтобы всех помучать, а потом освободить. Нет, это чтобы кайфануть, Светик. Нет. Мне нравится больше мусульманская версия, откуда Иблис появился. Он тоже был как бы... Ну, Иблис, да, дьявол. Вот. Там, значит, согласно такое... Правда, это не короническое предание, а именно предание, хадис. Там говорится так, что сотворив человека, то есть очень психологически там причина падения была. Аллах призвал всех ангелов, вот, и велел им поклониться венцу творения, вот. И только Иблис не захотел, и при этом сославшись, как говорится, на закон, он говорит, разве не сказано, вот, что только единому Аллаху следует поклоняться, а ты, единый Аллах, заставляешь меня кланяться к куску глины. И сказав это, он пал, проявив свою непокорность. Обесценив, так сказать. Да. Ну, тут простая идея о том, что для того, чтобы наслаждаться познанием и всем остальным, нужно иметь ограниченность. Вот. Ну и дальше Хривамша тут цитируется. Я защищаю Пашу, то есть связанных души, поэтому, поскольку я их творю, как они есть, и поэтому именуюсь Пашупати, считаюсь. Ну, вот в таком духе тут, в общем, куча цитат приводится, вот, как бы, в качестве примеров там. В общем, это мне нравится, это что, в Топоровской определении, Ален, это самое, владыка зверей, скота, да? Да, да, да. Владыка скота. Надо идти к Врегведу за ним, там он в Врегведе есть где-то. Да. А мне нравится слово. Олег, а вот секта Пашупатом же есть? А? Ну, это, да, была. Вот. Ну, это одна из самых таких древнейших шиваидских сект, которая, ну, как бы, исчезла практически, а, или, либо они трансформировались, перешли, как бы, в другие варианты. Потому что, по крайней мере, вот в том Ашраме, где я жил, в Вершаевовском, да, вот, как бы, дарственная табличка серебряная о даровании земли под этого Джангва Дематх еще шестым, по-моему, веком датируется. Там как раз этот самый царь, правитель Варанаси, сейчас не помню, как его там, Виджаянанда, что ли, вот. Он там пишет, что даруется такой-то надел земли, такого-то объема, такого-то размера, находящийся там, там-то, святым людям, Пашупатом из Карнатоки. А потом эти самые Пашупатые из Карнатоки стали называться Вершаевыми, так или иначе. Вот. А сам вот обед, обед, вот, почитание Ишталинги, вообще вот все эти обеты Вершаевские, они так им тоже называются, Пашупата-Врата там. У Мони Вильямса есть такое определение, что Пашупата это трезубец Шива. И вот Пашупатов их отличает то, что они носят трезубец. Ну, да, и такое, да, да. Ну, типа трезубцем он погоняет скота, это же, по сути, виллы там, сено заготавливать. Да, да, да. Трезубец вообще, кстати сказать, вот есть еще чем-то, я уж потом найду, сброшу, это такой, этот самый, щипцы такие с кольцом. Тоже универсальный инструмент. Копать можно, играть на нем можно, как такая трещотка. Вот. Это самое, колышек вбить, вот. А можно и прелезать, кстати сказать, остров. Еще темную магию им убирает, вот чтобы не трогать, заколдованный предмет руками, вот этими щипцами берут и там выкидывают. Да, 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 да. А также ворошат в жертвенном, в дгуне, в жертвенном костре эти дрова там горят. И нашмаш, они тоже поправляют рука, если там выпадет горящий, обратно. Да, 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 да. Да, универсальный такой инструмент. Видите, латинское значение, пикулиум, то есть собственность. Буквально получается собственность это как бы скот. То есть как бы основная форма собственности это скот. Правильно, да. Ой, я это видела еще в прошлом имени тоже была вот отсылка, что скот это как вообще единица даже, ну, аналог денег. Богатство. Правильно, богатство, да. Корова это самое, что ни на есть, ликвидный товар, ну вот, который не подвержен инфляции. Ну, условиян же должен. Именно обременение такое, вот то, что как бы тебя тянет, да, не дает тебе двигаться, то есть вот это твое богатство, обременение, вот этот скарб весь, он, естественно, утяжеляет и привязывает к одному месту. Да, собственность вот это. Ну да. Объектность, то есть собственность, это то, что является объектом. Да. Соответственно, то, что можно приобретать или лишаться, или сохранять. Угу. Угу. 75. Вот. Ну, в общем, тут, я думаю, больше там особенное. Сейчас, сейчас, я еще даже на Майер Кофер не дошел. Ничего, мы долго тут не будем с ним, но... Майер Кофер там в чатике. Да, я видел, видел, я просто тут глазка разбегается от количества буквок. Зачитай, Ален, про печати нам. Мохенджаро. На печати, найденных при раскопках городов Долины Инда, 3-е, 2-е тысячелетия до нашей эры, имеется изображение трехликового и рогатого божества, окруженного зверями, которым можно усмотреть прототип Шилы, его функции, хозяина животных, в вашем платье. Вот рогатого вот божества, видите, как бы, это не всегда плохо быть рогатым. Ну... Здесь очень интересно Мони Вильямса... Вообще-то, кстати сказать, это рогатые боги, это символ лучей, исходящих от божества, вот, световых лучей. Между прочим, даже в Библии, говорится, когда Моисей спускался со скрижалями завета, это, с горы Синайской, от него исходили лучи. На иврите означает керен, вот, керен, и они звучат одинаково, лучи и рога, поэтому на известном часто Моисей изображается с рогами. Вот на известной скульптуре Микеланджело, вот, Моисей там с рогами. Да-да-да, он такой сидит со скрижалями, так смотрит. Значит, в разных родственных языках, типа осетинского, балучи, это именно овца. Это не просто скот, не крупно-рогатый скот, а это именно мелкая всякая скотинка. Это тот, который козел ведет вперед? Тот, который козел ведет вперед, совершенно верно. То есть, а в гоцком, получается, это слово перешло в золото, то есть, получается, в общем, овца равно золото. Руно. У Мони Вильям Вильямса такое, что это нескотно. Что у нас пряжи отсылает, да? Пряжа по сетке, это сетка для того, чтобы ловить птиц и всяких таких, то есть, раньше же добывали, как еду, то есть, охотились, то есть, это, пошупать и тот, кто умеет обращаться с ловушкой для ловли птиц, сетью, со шнуром, с петлей, и оружие, да, петля или ласы используемые в качестве оружия, па-шу, па-са, па-ша, это как раз-таки вот петля воруны, держу петлю, эпитет воруны. Да, как это, папагена, да? Из волшебной флейты, там, известный всем я птицу ловко ловко То есть, это некое приспособление, чтобы ловить мелких животных, ну, с целью их потом поесть. То есть, не только скот, а еще и веревка. Прикольче сказать, что так мы связываем последние три имени, я уже не могу понять, сколько мы связываем таким способом. Четыре. Четыре? Да ладно. Ты хочешь сказать, это наш новый рекорд? И это проблема исключительно нашего объема оперативной памяти. Потому что мы забыли все предыдущие процессы, ты хочешь сказать? На самом деле, да, все 108 можно связать, если бы у нас был побольше объем. Слушайте, я тут вернулась к первым десяти, чтобы посмотреть, что там у нас было, потому что там эту идею мы как-то там, ну, вопрос как бы был такой, но мы не это. Я поняла, что первые, там буквально первые три, они такие условно говоря, ну, основные приветствия, да, Шивая, Махешварая, такие вот, а потом идет, в общем-то, до первой десятки, это, собственно, описание внешнего вида, то, что у него вот эти волосы спутанные, да, что у него лук пинат в руках, и что я поняла, что десятое имя Шанкара у нас, к сожалению, не осталось в конспектах, как мы его разобрали, эту Шанкару, потому что я... Шанкароти, Шанкароти, и Чи Шанкара, вот, тот, кто творит благо, тот и есть Шанкара. Самое такое, первое, что... Да, я тоже вот проверила, у нас, к сожалению, в файлах... Абдюхином? Ну, вот я там и смотрела, да. да, у нас в сфере мог быть два файла, или Анатолий, или Ксюхин, другого не может быть. Ну, вот, то, что Анатолием выложено на диске, там вот это имя пропущено, Шанкара, там нет конспекта. Вот, а так, первая десятка в основном говорит о том, как вот он выглядит, описание, так сказать, вида. Ну, и потом разворачивается вот до того, до чего мы сейчас развернулись. Это ты какой словарь переводила про некенциклопедия, Свет? Монивиленс. Еще Пашука, это жертвенное животное. Пашу, да. Нечто пойманное. А ведь получается скот рогатый, откуда он взялся? Он же не всегда был домашним скотом. Это дикий скот, который приручен. Его сначала поймали, потом его там дрессировали, приручали. И с помощью веревки, коров водили на веревке, да, лошадей привязывают веревкой. То есть скот его как-то привязывают, чтобы он не убежал. Приручали. Приручают, да. И вот Пашу, это тот, кто приручен. Тот, кто приручен. Приручен, да. Что ж такое? Хадис есть. Однажды некий какой-то человек пришел послушать речь пророка Мухаммада. А верблюда не привязал. Подумал, что ну, Аллах, мол, позаботится. Возвращается верблюда дед. Он обращается к пророку и говорит, ну что же, как говорится, Аллах не уберег. Он говорит, ну ты в Аллаха вери, а верблюд-то привязывай. Это как на Бога надейся, а сам не плашай. Да. И про все эти анекдоты, как чувак отказывался от спасения при наводнении, когда за ним приплыла лодка, прилетел винт. Нет, это не анекдоты, это сам буржа спасет. Это именно Хадис. То есть, такие вот, как бы, истории. Да, их очень много таких историй. У Львов в Панчатанте есть, короче, такая история тоже какая-нибудь. Ой, а вот есть у нас Лау Махабхарати в сносках. Паша это петля. Петля один из главных атрибутов ямы. Да. Это было в первый раз. Тоже, по-моему, не только ямы, много петлю держат. Вот. Вспомните, даже Ганешу ее держат. Там вся это около скота семантика у Паша и Пашу. Да, 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 да. Паки, Пашу и Паша. Загадочные твари и где они обитают. Или какие они там были. А какой корень там? Паш. Паш. Сейчас посмотрю в конспекте. видеть. Нет, тот Паш, который видеть, тот, конечно, вряд ли связан с нашим скотом. Нет, Паши, а не Паши. А, Паши, Паши. Паши, защищать пасти. Оно? Да, Паши. Нет, па, который защищать, я не знаю, па, может быть же связано с скотом, Олег, я не знаю, просто... Если че, Паши, видите, тут больше других нету вариантов, по крайней мере, у Залезняка. Майрхофер про связь па и паш не указывает, Свет, это плохой знак. Ну, смотрите, в конспекте там есть па, а дальше есть паз, линя, защищать, пасти, скобочка, значение па. Я знаю, что очень хочется связать, я все понимаю. Ну, спасти и скот, это же очевидно, нет? Нет. что пасти и скот, защищать. Я согласен, что хочется, но это не очевидно. Но тут в скобочках написано пас чё. Паш чё, пас чё. Паш чё. Открываем наш латинский словарь, похоже, что Залезняк спас вас. Что он дал? Связку. Пас, кстати, тоже связано с словом пасти. Как не крути. Господь, пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться. Он пасёт меня на нежных пажетях своих. Да, я к этому веду, что он пастух. Он пасёт. В 10-й Псалон. Как там написано Паску? Та самая, Христин. Да, Па, долгое А. Пас, Цо. Ну вот, Че. Ну да, 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 нет, этим онлайн почему-то не цепляет сейчас. Пас, чо, пас, цо. Он же обычно плюет на долготы, он же долготы обычно переверяет этим онлайн, поэтому... при этом, Пэ тут есть нижнее подчёркивание, а, это, я поняла, там, корень. Может, тут Бэрош что-то и есть. Ну, в общем, похоже, действительно, я должен вам сдаться, и если уж заездняк сказал, сказал этот самый Паску, то, значит, он всё-таки связал его с скотиной. Ты в Бэрол, Светик? О, да, ну, тут очень много, тут и Пашу, и Пашу с А, без ударения, и Паш, и Па, то есть тут он прям зарыться можно. Ну, зайди в Паш, а я пойду в Пашу. Хорошо. Ну да, как бы, залезняк подчеркнул эту ПФ Паску, чисто чтобы указать, что это прям-таки один и тот же одна по-фанатическое совпадение. Ну да, действительно, получается, что скотт связан с Пашу, то есть скотт, то есть тот, кого защищает, получается, Пасем. Мы что-то уже такое обсуждали. У нас уже что-то... это можем много раз обсуждать, тут нету конца края. Пасет меня на нежных пажетях своих. Пасемый? 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 Пасомый. 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 У Фасмера есть пасу, и он говорит, Паш, я оти, смотрит от этого. Присматривает, да. пасомый. Пасемый. 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 Я думаю, до Папасына дойдем. Да, да, я уже чувствую. Пасемый. випассана как выпуск кота нет а правда мы тоже тоже имеет отношение что-то такое не знаю то ли это древнее конечное ударение встречается в род ед пашвас но сейчас это принято объяснять изменением типа основы древние индоевропейского существительного среднего рода пеку пеку латинская печу скот и так далее сохранилась в одном примере из ригведы смотри выше форме пашу откуда следует что это изменение основы недавнего происхождения изменение грамматического рода в обычной форме пашу связано с естественным родом реалии этого слова а изменение ударения древним конечным ударением брать брод в родительном падеже единственного числа пашвас поскольку все регулярные имена среднего рода прийти постоянное корневое ударение единственными основами у которых при склонении обычно происходит передвижение ударения с основой на суффикс остались имена мужского рода с фиксальным ударением редуцированные степени ступени суффиксов слабых падежах пита петре пуша ну в общем тут уже все остальное на этот счет ой пар пашу все еще сохранившиеся период изменения рода могу принять сексуальное ударение новой форме пашу дальше авистийская шперецан греческая я не знаю как это читать санскритская пашьяти он видит и спаша шпион латинская шпи цио смотреть и все имеют связь красивое слово офигенное вообще думала что ударение саглядатай саглядатай помню что во властелине колец я вычитала это слово я думаю кто это такие саглядатай ай в ригвиде везде скотт есть как бы откуда берется шпион вы же знаете да нет на просветите ссылку кинул саглядат агент 0 0 7 пион а вот был такой на самом деле прототип у него это был агент 0 0 7 который выполнял личные деликатные поручения английской королевы елизаветы первой 17 по моему 16 век вот и был он никто подлинного имя был джон ди он был алхимиком оккультистом известным так далее так далее его реинкарнация у него же много реинкарнации было и вот одна может быть может быть он может не он тоже с английской королевы что он ей служил и на самом деле он ей там давал советы которые она потом воплощала вообще авантюрист 18 века дурил голову богатым клиентом а вот вот а джон ди реально вот о нем очень хороший роман бюстова майринга ангел западного окна считается создателем генахианского языка так называемого который ему продиктовал некий вот этот самый за ангел западного окна запад это какой там ангел на юге михаил вот хотя там действительно есть самом романе ангел западного окна там действительно есть мотив реинкарнации но есть такая вознесенные владыки и там перечислены реинкарнации сен-жермен это может быть просто придумано я не знаю я читал эту литературу достаточно последовательно я думаю что это не совсем живем а помню как первый раз была в аранасе и мой друг сейчас на друга тогда просто какой-то знакомец объяснял поскольку я встретил этих козлы там все ходят в файках да это первое впечатление бегают значит коровы собаки мангусты и козлы пупайках ну чтобы отличать вот потому что мелкий скот был январь и было прохладно то есть не только чтобы отличать мы сегодня видели у нас и он сказал такую фразу все двери в варанасе под протекцией шивы ну вот он да пошупать не видели этих лошадей в защите от дождя это очень забавно смотрится у них капюшончик они такие зелененькие все думы зеленая лошадь ну как-то потом приглядела защита от дождя оказывается капюшончик буквально они замороченные на эту тему не все должно быть идеально это сильно оля конь в площадке для в любимой лошадке конечно вот еще этим ул онлайн нашла что пастор пасти пастбище оно связано через вот этот общий корень протеиндоевропейский по трапам по трап ну тоже как управитель как защитник государства до домашнее животное ссылка на ригведу 353 домашнее животное даже не скота домашнее животное кошечка собачка то есть мы это домашнее животное для шива можно такой мы его питомцы подожди а где ты где ты проводишь грани между домашним животным и скотом смысле что ты кошечка а не овца и в этом плане ну да домашнее животное же они могут быть и коровы там и овцы и кошечка и собачка и попугайчик ну то есть это такое общий термин для домашним животным и принято называть корову например лошадь у нас да у русских то есть мы называем домашними животными питомцев вот которые дома живут которые именно с человеком в одном доме живут а скотт это скотт он там где-то своих вольер не обязательно сплошь и рядом в русских деревнях наблюдалось что как говорится вольер прям для телят да 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 у меня бабушка тоже телят я наблюдал в непале когда в горной деревне жил у многих это самое у них там кухня спальня и хлев это в общем одно тоже мы были в околдунге это тоже непальская деревня я удивилась там вот прям мазанный пол не знаю чем глины или тут же ребенок лежит тут же коза серии тут же какие-то шаманы пляж все вообще в одном них нет комнат и по краям на стенах просто натянуты веревки там висят одежда этих веревках и тут же вот скотт он внутри дома и снаружи везде хочешь сказать что на кошечку можно ты можешь и не потянуть что все равно овцой ну да может быть и так может быть коровочкой коровочка все-таки больше пользы приносит у нее там и молоко и подожди подожди в осетинском нету коровы не тянешь ты на корову тут пока мы только можем выбирать или овца или еще там что-нибудь такое вот мелкие не крупно рогатый скот а мелкие вот угару еще есть древние опеку латынская пи конечно все стоя на пеку сейчас перку нас перку нас там есть литовское слово но там не перку нас там выход на литовское другое слово паш вас это уже читала пашу во множественном числе паша ваа ну что давайте дальше тут по моему полю мини понятно алена как мы переведем пашу 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 паш как это откуда и куда но это не пришло сейчас научу нам надо перед занятиями именами шивы хлебникова видимо читать не надо пожалуйста мы тогда перейдем исключительно на уровень общения корнями ну это микушевич такими штуками баловался вот корпец покойный тоже в общем любил такие стихи в общем я выбираю покровитель скота хорошо мне нравится покровитель у родима но мне не нравится что наставляют животные потому что на самом деле речь здесь не про всех животных домашних животных домашних животных поэтому я с ним не согласен насчет животных зато согласен селезаренко ну да там еще вот даже в самой курушу сутки там приводится такой вот которые аранья лесные и грамья деревенские при этом помните маркс юрьевич хитов падэши но там у нас разные звери ходили на водопой когда зайцев да и там были по моему пашу звери вообще всякие разные типа сарва пашу там может быть здесь все таки ну скот не буквально но то есть это как бы фигурально говорил неоднократно что в классическом шива изме пашу называется живое существо душа но связано или животное существование уровень существования то есть связанный ведомый но неразумный да неведающий пашу и паша опутанный связанный да он связанный тем что он инстинктивная природа его действий нет это уже морализатор связаны значит ограничены физиология а может быть здесь такая аналогия идет что человек который не познал шиву еще не встретился с ним он как бы вообще ну как бы дикий да а когда шива встречается человеку то есть он его как бы схватывает он его связывает его сознание и начинает его вести бог приходит к нам а не мы к нему и вот именно вашу это тот кого шива вот поймал да в свое сознание вместил откуда она взялась тогда перед тем как туда попасть ну до этого он как все все забыто а вот когда он человек когда душа стала именно пашу она именно стала вот под рукой хозяина то есть она брела хозяина до этого она была дикая она там вы шаталась где-то в лесах самсары и не имела никакого лучше овца короче я перебила прошу прощения но при этом у нас там была история про освобождающий от пут ну а путах как об условленности там омрачениях неведении прочего такого вот соответственно пока ты в этих путах у тебя есть протектор ты был диким козлом потом превратился в домашний овцу это уже прогресс сначала был диким каким-то там существом которое могло там сорваться с горы там помереть без еды остаться а тут и ты становишься там домашним и тебя кормят там а сама мне кажется ну немножко даже в смысле что он не не пользуется их слабостью их неведением он вот их оберегает потому что связанные души непросветленные они не могут самостоятельно конечно вот разумно существовать милость проявлять милость нужно к тому кто в этой милости нуждается да вот у христины кот например в милости которая к тебе не проявляется то есть если бы христины кот сейчас оказался где-то там на улице не накормленные там могли бы собаки да да там разорвать еще что-то а так он дома под присмотром вот он любим он накормлен и он уже вот как бы пашу тут сама не никакой сейчас объясняла что он пашу пашу пати пашу пати сказал что в халиюгу есть сакральная мантра ее нужно повторять много раз она тогда даст освобождение и она именно так звучит пашу пати пашу пати пашу пати пашу пати пашу пати пашу пати он говорит омна мавшивая все знают это не работает пашу пати работа это знаешь мне напоминает как дети западол маму или папу там за штаней пап 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 не мамкой еще раз мамкнешь или к окошку жрать просит мяу 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 садай сожрут или да ну потребят как бы себе а шива он не ест и не пользуется вот этой плане они скусят купить новый iphone а шива нет защитит от этой дурного желания вообще у меня есть предложение немножечко это нашу наше размышление структурировать я просто так все это люблю допустим на экстравертивные и интровертивную трактовку я предлагаю экстравертивная интровертивную трактовку тогда это немножечко разные грани будет высвечивать если мы говорим про субъекта взятого до ограниченного субъекта вот шива в нем его сверх природа как его пашу проявляет нему милость разные уровни организации субъекта так вот а если экстравертивная то можно говорить ой я не могу не уносится с меня унесет наташи не хватает наташа бы сейчас это сформулировала наташ это самое с папой была там проблема на народе сейчас немножко отошла она там с ним круглосуточно занималась пытается время-дремень откинуть контину она ему не дает это делать это может она его спасает и зада как олег говорил в прошлый раз что путра это тот кто спасает от потала от пут как ты не договорила христина следующему разу попробую сформулировать более как раз и шрути приводится обращение намастэ ступа шупа ты троясва и нам вот троясва то есть спасибо пошу пати защити я пытаюсь чем на пати что-то поискать на пока кроме господина ничего нет а защитник как мы тогда нашла править и еще по это пить вот может быть тот кто поет тот кто дает и поите корень по это не только поить сколько кормить ну да 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 ну по сути что такое вот защищать защищать жизнь не дать кстати у нас прошлый раз когда у нас был пати у нас было бута паттайе и у нас был покровителем а также защитником бута паттайе амбико паттайе ума паттайе пашу паттайе нам о нам а да вот я сбросила защитник существ покровитель элементов покровитель существ эти три варианта глагол пасэнс владеть да владеть а происходит от тоже протоэндо европейского поте powerful то есть властный владеющий властитель в общем паша муж муж тоже ему что за супруг даму спаттэнс паттэнси кормилец кормилец ты наш там прочитали раньше царю power оттуда за power ну ложись я скоро приду мой домашний скот взбунтовался хочет платье видеть правильно уже называется время на ушко уже ложится уже вот да 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 эй как бы это мамки на ругательство такая к непослушному ребенку там скотина безрогая там не у нас единорогая у нас единорогая она у нас говорит я единорогая у нас единорожек не все с единорожками так что она рогая то есть дети они часто вообще ассоциируют себя с животными у них вот эта вот склонность да себя а животные а как это с анимировать анимировать мечтают питомцы мечтают питомцами быть нет мечтают питомцами питомцами вот здесь на дома провести у вас велик ужасный русский на цене русский а мертвое выражение питомец я почти не умею пушки умеешь то все защитник питомцев сейчас ну да питомцы питомцы это те кого питают да кстати спасибо тебе ребенок класс отсюда пеп почему мы не додумались до этого да питомцы ведь и корова может быть питомцем да и овечка мы питомцы ну там питомцы шивы нас выращивают вот эти устали младенца глаголят истины так как мы этих питомцев то употребим то защитник у питомцев тогда покровителю тогда надо играть на альтерациях покровителю питомцев покровителю питомцев я бы назвала как бы покровитель связанных душ или вот повелитель связанных душ имена это слишком сложно хочешь мы хотим опять же назвать мы хотим покровитель питомцев мы никаких тут не терпим кормилиц питомцев владелец пахтек питомц aime в эфире это классно это прям так как вот это самый зоомагазин можно такое открывать покровитель питомцев Кто знает, тот поймет, это называется, да? Булат, а ты, значит, ты решила, чтобы на нем такие птички сидели, да? Попугайчики. Вот пропек, питомцы. Пропек? Не, я боюсь туда ходить, я уже не буду, все, 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 будем закругляться, уже все, уже вечер, уже поздно, все, ну и вон, все. Давайте послушайте, пожалуйста, я нашла интересное. Тут, значит, к зверям как следует далее относятся и собака, и кошка. Это читаю из фольклор и этимология, лингвоконцептологические аспекты этносемантики. Господи, я даже прочитать это не могу. Значит, следует, видимо, что наши понятия домашние животные в некое время, 16-17 лет, а раньше, может быть, позже, как таковой не существовало, поскольку емкое животы подходило ко всякому одушевленному, и не только одушевленному, находящемуся в хозяйстве. Так, Алена, куда ты упала? Меня было не слышно, да? Аленушка, да? Ау. За братцем Иванушки пошла. Не слышала, да? Хорошо, это не только... Тебя было немножко не слышно. Аленушка, слышно так, перерывами. Ты скажи, в чем там мыслишь? Что скотина не скотина или что? По-моему, он сказал, что скот – это не только одушевленно, а еще и не одушевленно, а вся утварь, которая принадлежит человеку, то есть все, что ему принадлежит, все, что его окружает. Да, как видите, сказано. Путра дара греха ищут. Жена – сын богатства. И дом. Жена – дом. Так, может, это тогда связано со словом «паш видеть»? Все, что мы видим вообще? Похоже, это от Анатолий в стиле Оли. Гангном стайл. Возьми нам ракету и свяжи ее, значит, с не знаю, с полем. Полем – это там, где приземляют стороне счеты. Полчаса назад размышлял, а тут мы опять к этому подходим. Вот я и удержался. Как-то в таких случаях я говорю, не надо задорновщины. Не надо задорновщины. Короче, я пока не вижу этой связи, в смысле, хоть очень хочется, но нет. Не-не-не, там она очень такая философская, двоэтическая. Ведь когда мы видим вокруг себя все предметы, мы являемся их повелителями. Если мы – Шиба, сознание, да, то все вокруг – это то, что Пашу, это то, что нас связывает, то есть видимое связывает нас. Ну, типа того, что видимое – это то, что высвечиваем его как объект. Ну, нет, понятно, что так очень красиво можно сказать, это понятно. И звучит, и впечатляет, согласен. Но насколько оно этимологически подтверждается, в ней нет оснований, предположите. Да, мы же видим, мы же видим тоже не просто, но как бы мы видим вещи, будучи связанной Майей. Да, мы же не видим истинную суть вещей сразу. Мы как бы видим именно то, что нам навязывает Майя. Ну, типа посредственно. Да, посредственно. И тем самым являемся связанными. Да, то есть наше сознание связывает видимый мир и все эти концепции. Ну, то есть мы видим там стол столом или стул стулом, потому что вот нам это уже навязали концепцию стула и стола, и мы его не можем развидеть и видеть по-другому. Ну, то есть есть, наверное, связь и с владением, да, и с видением. Да, наши девушки ни на что не променяют. Такие, так сказать, полеты, мысли, это еще надо поискать. Марк, Юль, меня слышно сейчас? Да, тебя слышно хорошо. Вот я хочу, я нашла, значит, такую книжку «Фольклор и этимология. Лингово-концентологические аспекты этносемантики». Капец. Да, значит, там идет... Все качаемся по второму разу уже. Так, дальше, значит, цитата. Короче, это анализ каких-то древних сонников русских. Но поскольку мы русское слово ищем, да, то вот история. Следует, понятие домашнее животное, как таковое, не существовало, поскольку емкое животы подходило ко всякому одушевленному, и не только одушевленному, находящемуся в хозяйстве, а животина, живность, скоту и птице, куда не могли входить, скажем, собака и кошка. Это вот на ответ про питомцев. Кристина, ты можешь перевести на человеческий язык? Покровитель животин будет наиболее близко на русском языке звучать тогда. Животин. Животин, а это именно то, что синонимично скоту, но не синонимично пэт, типа как питомцы. Да, 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 да. Это была жизнь... Скот более узкое понятие. Да, как говорится, мужичок, а что, животину тираничи, да? Да, змейку выпускаю. Ну, если мы посмотрим на печать по шупате, вот эту самую, то мы вокруг него увидим волов, мы увидим тигра почему-то, а мы увидим слона. Ну, там антилопа должна быть. Козла, да, ну, с рогами. Это, я не знаю, козёл антилопа, кто-то из них. Но тут среди домашних животных, тогда среди скота, есть тигр. Это котик. Ну, да, получается, что... Получается, что в том варианте, он, получается, владыка животных, а не скота. А, а так, в общем, интересно, конечно. Давайте что-нибудь решим, ну, или что-нибудь несколько решим. Я за питомцев, потому что это звучит классно, даже если это не соответствует древнерусским сонникам. Покровитель питомцев записан, но давайте ещё что-нибудь, альтернативу, защитник. Защитник зверей. Гримписовец. Ой, нет, слишком социально. Нет, ну, Гримписовец, как Гримписовец, да, получается, да. Короче, я защитника скота тоже напишу. Царь зверей, как лев. Нет, он не царь, не царь. Главное. Господин... Ну, вот господин тварей, получается, вот этот топоровский вариант, конечно, тоже... Гримписовец тварей. Тварей, короче, тварь. 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 Ой, ой. Это как в тему животины. Мне тогда нравится защитник тварей. Все, на сегодня все. Олег, заводи, пожалуйста, пластинку. Одну секунду. Ладно, тогда радостную дьяну. Вапа Хабайрала. Продолжение следует... До следующего четверга. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всем пока. Пока. Спасибо, всего доброго. До свидания.